всех приветствую на своем канале сегодня на ремонте телевизор sony это видео двойка модель телевизора 14v 1k сразу двойная неисправность как видим телевизор работает но нет звука также если установить видеокассету не работает ни перемотка не вперед назад вообще только принимает кассету в принципе работает по поводу звука у нас используется по схеме схема конечно не очень так себе ничего абсолютно не понятно но видно что микросхема оси 201 аудиопроцессор ну что за микросхема пока не понятно то есть данная микросхема управляет звуком управляется по цифровой шине для того чтобы добраться до данной микросхемы сейчас необходимо будет разобрать данный телевизор ну как видим сам телевизор у нас имеет несколько плат то есть одна плата у нас блок питания со строчной и кадровой разверткой также вот сама кинематика идет далее ну если так сказать майн еще одна микросхема что за микросхема я пока не скажу название ей не видно может быть какой-то видеопроцессор в общем сейчас необходимо будет разобрать данный телевизор и уже проверить что у нас за микросхемы да и найти где находится у нас аудиопроцессор и проверить что же у нас происходит со звуком возможно неисправна сама микросхема возможно у нас здесь идет вход для наушников может быть проблему в данном разъеме проверил я данный телевизор в общем вот что выяснилось ну как я говорил вот это вот у нас здесь микросхема это у нас видеопроцессор mc44202p кассетная дека у нас исправна просто сама кассета ее невозможно протянуть поэтому и не воспроизвел нормальный кассета у меня нету кое-как там что-то пыталась пленку протянуть в это время изображение было по поводу звука вот здесь установлен усилитель низкой частоты на микросхеме ба-5415 первый вывод у нас это питание микросхема и на 5 и 9 вы извиняюсь на 5 и 8 вывода у нас подается сигнал это у нас неинвестный вход на данной микросхеме и вот что выяснилось давайте я сейчас включу телевизор сделаем замеры питания к сожалению что-то по-нормальному показать не получится здесь я также подклал вот такую папку так как здесь плата двойная просто-напросто ложится одна плата на другую чтобы обезопасить сделал вот таким вот образом первый вывод это у нас питание микросхемы на него должно приходить от 5 до 18 вольт по даташиту ну и смотрим 13 вольт то есть питание на микросхему приходит динамичек я здесь подключил другой сейчас потому как родной провод а динамика не дотягивается и шестой вывод микросхемы это у нас сигнал запуска то есть стендбай давайте его сейчас посмотрим смотрим на стендбай у нас 107 мили вольт ну то есть полное отсутствие напряжение то есть не подается сигнал который запускает данную микросхему и теперь давайте проверим что у нас с самим звуковым сигналом это у нас 5 и 9 выводы ну и как видим звуковой сигнал у нас есть это 5 вывод ну и на 9 возможно не будет так как микросхема работает в моно режиме то есть на 5 ножки микросхемы звуковой сигнал имеется ну и вот что давайте сейчас попробуем подать сигнал стендбай от внешнего источника питания подавать я буду 3 вольта от лабораторного блока питания и так соединил я землю телевизора и минус блока питания и на 6 вывод подаю 3 вольта и в этом контексте то что говорили уже о Турции говорили о желании даже судовской арабии казалось бы да традиционного форпоста соединенных штатов америки в регионе в том числе как видим звуковой сигнал на динамик пошел то есть микросхема исправна нету сигнала разрешающий ну разрешающего сигнала запуска данной микросхемы сейчас необходимо будет посмотреть откуда идет данный сигнал схему то что я нашел она не совсем подходит чуть-чуть что-то похоже но не то разобрался я со схемой данного телевизора ну то есть относительно только его части микросхемы и вот что выяснилось нарисовал такую простую схему и смотрим шестой вывод это вывод стендбай на него через сток ограничивающий резистор подается 9 вольт и стоит транзистор одним выводом он на землю идет и получается вот через кнопочку у нас подается питание на данный транзистор ну то есть как питание транзистор если кнопочка поджата то есть не замкнута у нас транзистор данный будет открыт и напряжение на шестом выводе будет садиться на землю там еще подтяжечка идет еще добавляется питание ну для того чтобы пока кнопка у нас находится в отжатом состоянии на транзистор постоянно подается напряжение которое держит его открытым ну и тем самым у нас здесь нет никакого напряжения как только кнопочка замыкается контакт у нас напряжение уходит дальше там скорее всего идет на землю точно не проверял но дальше кнопочки и вот у нас всего лишь неисправна данная кнопочка не знаю удастся ли показать схему тракта микросхему усилителя низкой частоты но попытаюсь то есть у нас вот шестой вывод идет как раз на конденсатор далее с другой стороны дорожка подается на транзистор тут у нас имеются различные резисторы вот он наш небольшой транзистор вот он наш небольшой транзистор ну даже в прозвонку поставил мультиметр ставим шестой вывод это конденсатор вот транзистор с другой стороны у нас идет земля одним выводом на транзистор и вот база у нас транзистора вот он наш резистор дальше идет диод и идет на вывод релей от ну и дальше приходит на плату если так сказать майн также на уже только релей ин если я правильно конечно произношу и вот на данную кнопочку он приходит идет 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 там несколько резисторов стоит еще по пути у нас и приходит на данную кнопочку то есть сейчас покажу что кнопочка действительно не работает то есть вот видим не прозванивается если же немножко ее наклонить или даже до конца контакт появляется ну естественно если попробовать пошевелить данную кнопку то звук даже может появляться и идти но периодически конечно пропадает сейчас я соберу данный телевизор ну как соберу подключу все на место и продемонстрирую как в общем подключил я все на место и давайте попробую пошевелить данную кнопочку видим звук даже появлялся на короткое мгновение вот понятно поэтому берите страдания с лица приходите как видим звук появился то есть виной всему кнопочка даже не подумал что через кнопку идет не только сигнал включения для самого телевизора но и также сигнал для микросхемы усилителя низкой частоты сейчас только остается снять данную кнопочку попробовать почистить ее посмотреть что там с контактами если же она не подлежит установлению то искать замену для данной кнопки ну как я предполагал второй вывод кнопочки у нас идет на землю через резистор нулевого сопротивления поэтому сейчас я выпаю данную кнопочку и попытаюсь ее восстановить ну что ж кнопочку я выпавил отгибаем контакты ну не контакты а выводы аккуратненько все вытаскиваем ну как видно все ламельки у нас абсолютно черные сейчас я почищу контакты очищаю сначала всех окислов спиртом для того чтобы не осталось не старой смазки так как контакты в основном покрываются смазкой для предотвращения стачивания самих ламелек так как здесь постоянное трение если включать и отключать постоянно кнопочку то со временем они стачиваются ну и резиночкой очищаем сами ламельки ну примерно вот так вот до блеска при необходимости также чистим и вот данные вот ламельки очищать их необходимо крайне аккуратно чтобы не помять не повредить иначе они либо не будут вообще иметь контакт какой-либо ну либо слишком сильно погнете что в процессе переключения они быстро выйдут из строя можно сделать вроде такого зажимаете между листком бумаги и проводите тем самым очищаются контакты тут видно следы грязи ну и в общем после того как все почищено наносим небольшое количество силиконовой смазки ну после того как все вставили на место зажимаем корпус ну и все кнопочка готова проверяем ее работоспособность везде контакт есть устанавливаем ее на место звук имеется звук теперь имеется никаких проблем не наблюдается для того чтобы окончательно отремонтировать телевизор проведу небольшую профилактику а именно проверю инициаторы блока питания микросхемы кадровой развертки и срочной развертки проверять их буду без выпайки вот таким вот приборчиком в большинстве случаев он помогает проверить инициаторы без выпайки что значительно сокращает время их проверки на видео я снимать данную процедуру не буду просто проверю и уже если что покажу если что-то будет обнаружено крайне интересно в данном телевизоре реализована подача фокусирующего напряжения и также ускоряющего если посмотреть на патру кинескопа у нас здесь приходит 800 вольт напряжение и идёт два регулятора один фокус другой скрин вот такая вот схемка то есть вот регулятор напряжения для фокусировки вот идёт и также скрин то есть ускоряющие с ДКС как видим ничего у нас не выходит только один высоковольтный провод вот у нас провод 800 вольт напряжение напряжение 800 вольт вот у нас вывод как видим идет резистор диод идет все с коллекторной обмотки ТДКС строчный транзистор вот его коллектор идет резистор диод анисатор то есть это умножитель напряжения если так сказать и уже идет на плату кинескопа просто бывает такое что в самом ТДКС обрывается фокусирующие либо ускоряющие выводы внутри ТДКС ну и возможно реализация подачи напряжения вот таким способом также обнаружил еще одну неисправность это у нас неисправные кнопочки ну как неисправные контакты просто окисляются и это приводит к тому что неправильно срабатывают то есть вместо того чтобы например я пытаюсь прибавить звук а он не переключает каналы как их проверить очень просто включаем мультиметр в режиме измерения сопротивления ставим на выводы кнопочек которые мы проверяем и нажимаем на кнопку как как видим у нас сопротивление 263 ома это очень много я все кнопочки в принципе проверил уже все требуют замены как поменять на обыкновенную кнопку я покажу как она выглядит там обычная кнопка только толкатель удлиненный одну из кнопочек я выпаял подготовил место под пайку и вот у нас родная кнопочка которая стояла и вот то что я буду ставить как видим толкатель здесь немножко длиннее и получается если их вот так у сравнить они у нас идут как раз практически одинаковые подгибаем выводы которые у нас идут на контакты с самой кнопочкой и устанавливаем ее на место ну и в общем кнопочка установлена сейчас я поменяю все кнопочки вот такого вот типа ну с такими кнопочками необычными которые у нас идут можно так сказать двухэтажные проблем пока не наблюдалось поэтому трогать я их не буду да и таких и нету в крайнем случае их можно будет попытаться как-то разобрать аккуратненько почистить но потом со сборкой не совсем хорошо будет так как они у нас идут на специальных таких вот запаянных клёвках кнопочки я поменял в данном телевизоре все собрано сейчас только установлю плату на место также был обнаружен один неисправный конденсатор в вязке микросхемы кадровой развертки c667 100 микрофарад на 16 вольт у него емкость была 80 микрофарад в принципе он бы еще и поработал но сразу же его поменял все ссылочки будут в описании при переходе по ссылкам у вас откроется окно с предложением о регистрации партнерской программе это кэшбэк кто не знает что такое кэшбэк это с покупок возвращается часть потраченной суммы там небольшой процент так в общем чуть не забыл показать как у нас работает телевизор как переключают кнопки если нет пульта невозможно убрать информацию кассета в ужасном состоянии другом у меня просто на просто нету это сейчас работает с видеокассеты перематывать я не буду иначе просто выключится все работает никаких проблем не наблюдается всем спасибо за просмотр до свидания